Беларусь, страна рек и озера. Там, где водоем, там, конечно, и мост. Их в нашей стране сотни. Многие буквально определяют жизнь целых регионов. Поломка или ремонт таких строений всегда чувствительны для людей. Мост через СОЖ между Чириковским и Краснопольским районом верно служил местным жителям почти шесть десятков лет. Решение о возведении новой конструкции назрело давно. К работам приступили в этом году. Перед тем, как закрывать движение на одном участке, необходимо было обеспечить возможность пересечения реки на другом. Физическая усталость и металла, и бетонных конструкций. То есть он выработал свой ресурс. Начали ограничивать грузоподъемность этого моста сначала до 20 тонн, потом до 10 тонн. Был согласован вопрос об установке вот этого понтона грузоподъемностью до 60 тонн. Следовательно, с большой долей уверенности можно считать, что жизнь на время закрытия моста не остановится ни на этом, ни на том берегу. Ближайшая переправа через СОЖ в 100 километрах. Затраченное время на дорогу, непозволительная роскошь для аварийных служб, машин скорой помощи, да и у местных жителей на противоположном берегу школы, детские сады, работа. Этот мост жизненно важный. Во-первых, мы не отрезаны от Черикова. Здесь больницы, здесь магазины, здесь общение и жизнь. А если не будет моста, нам придется объезжать через два города. Не у каждого машины, не у каждого есть возможность. Для помощи населению армия выделила одно из понтонных подразделений. Инженеры оперативно совершили марш и сходу приступили к соединению берегов. Исходя из инженерной разведки, было принято решение наводить мостовую переправу длиной 93 метра, где будут в створе два береговых звена и 12 речных звеньев. Подъезд очень плохой. По сторонам створа на исходном берегу у нас есть два родника, поэтому сбрасываем спокойно по одному звену. За манипуляциями военных пристально наблюдают местные жители. Для них армейская техника на улице экзотика. Впрочем, есть и те, кто не понаслышке знает о службе понтонеров. В их числе заместитель председателя Черековского райисполкома. Я в 2003-2004 году служил в понтонно-мостовой бригаде в городе Гродно, в такой же воинской части. И занимался практически тем, чем сейчас занимаются ребята. Новый городской мост планируют открыть уже в конце следующего года. Пока же военные будут находиться в районе, обслуживая временную переправу, чтобы всем было комфортно. Дмитрий Бондарович, Алексей Латыш, телекомпания ВНТВ. Специально для программы «Наше утро».